Defender Fest, он же рок-фестиваль, посвященный Дню Защитника Отечества, прошел в единственном в Армавире клубе альтернативной музыки МОАР. Чтобы поздравить сильную половину человечества, организаторы мероприятия пригласили две рок-группы из Краснодара. Мы, конечно, хотели бы в первую очередь поздравить сильную часть армавирцев, наших защитников, тех, кто находится в запасе уже или готовится пойти в ряды вооруженных сил. Основной целью этого концерта является демонстрация того уровня, который есть у ведущих рок-групп нашего края и попытка как-то к этому уровню, чтобы выросли наши коллективы, чтобы они видели эти ориентиры. Первыми заполнили зал ревом гитар парни из группы Engineering Red. Их участие в этом фестивале не случайно. Недавние финалисты конкурса Rock Start Up выбрали название в честь инженерных войск Красной Армии. Гитарными эффектами между песнями создавалось ощущение, что все выступления были единые композиции. Привезли определенную программу, которая будет заряжать, и эта программа должна знаменовать именно День защитника Отечества. Ну и тем самым поздравим всех армавирцев и настоящих мужчин с нашим замечательным профессиональным праздником. Между выступлениями музыкальных коллективов организаторы провели розыгрыш фирменных календарей клуба. Вопросы касались мужской тематики. Какое звание самое главное в России и каких военных героев анекдотов вспомнили зрители. Продолжила выступление молодая краснодарская группа Kai Fire, которая играет New Metal с ноября 2011 года. Они исполнили свои популярные песни, кавер-версии рок-хитов и новый трек, который они только начали записывать в студии. Репертуар наш сначала была просто альтернатива, но потом мы решили играть только New Metal, потому что New Metal погибающий жанр, и мы решили его воскрешать. Мы хотели принести такую мужественную музыку, чтобы мужчины поняли, что все еще. Даже девушки могут их поздравить 23 февраля мужественно. Полная самоотдача музыкантов и энергичный вокал заряжали зрителей отличным настроением. А профессиональное оборудование создавало атмосферу масштабного рок-концерта, который клуб «Муар» подарил поклонникам тяжелой музыки в главный мужской праздник. Инна Лепеткина, Сергей Шульц, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир.